О том, что Европа заинтересована в перезагрузке отношений с Россией, первым из европейских лидеров открыто заговорил Эммануэль Макрон. Во время встречи с Владимиром Путином в Бригансоне французский президент дал ясно понять, он готов выстраивать отношения по новому. И после переговоров за закрытыми дверями еще раз подтвердил это словами по-русски у себя в Фейсбуке, написав, что верят в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. О роли России не только на европейском континенте, но и на международной арене Макрон по телефону говорил с Трампом. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что президенты сошлись во мнении, что Россию надо вернуть в Большую Семерку. И якобы Макрон предложил американскому коллеге сделать это уже в следующем году. Публично Трамп объявил сокращение Большой Восьмерки ошибкой своего предшественника. Большую часть времени это была G8, включавшая Россию, а президент Обама не хотел, чтобы Россия была в составе, потому что Путин его переиграл. Это не должно так работать. Я думаю, было бы гораздо целесообразнее, если бы Россия была в G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Я считаю, что это вновь могла бы быть Большая Восьмерка. И если бы кто-то выступил с таким предложением, я бы его поддержал. По информации CNN, оба лидера согласились обсудить эту тему на саммите G7 в Биорице, который откроется в эту субботу. Клуб экономически развитых стран «Большая Семерка» существует в середине 70-х. В 97-м его превратили в восьмерку, включив и Россию. А в 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией, нашей стране в участии отказали. Об этом, отвечая на вопросы французских журналистов после встречи с Эммануэлем Макроном, напомнил Владимир Путин. Что касается восьмерки, о которой вы сказали, так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которая не существует? Это семерка. Сегодня это семерка. Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда от чего не отказываемся. Была очередь России провести восьмерку в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках семерки. Российский президент неоднократно говорил, что есть и другие, не менее эффективные, многосторонние форматы международного взаимодействия. Большая двадцатка, ШОС, БРИКС. На предложение американского и французского лидеров о возможном возрождении восьмерки уже отреагировали в нашем Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков заявил, что идея здравая, но при этом не ясно, как она сочетается с огромным числом санкций, которые Штаты ввели против нашей страны. Другой сенатор, Константин Косачев, отметил, что возвращение России в Большую Восьмерку будет иметь смысл, если удастся избежать ловушки, когда семеро на одного. То есть ситуации, когда остальные участники клуба будут диктовать нашей стране свои условия. Косачев также предложил модернизировать формат объединения и пригласить в него Китай и Индию, чтобы восьмерка превратилась в десятку. А в Госдуме заявили, что предложение вернуть Россию в G8 говорит о неудаче санкционной политики Запада и его попыток изолировать нашу страну на мировой арене.